Ребята, итак, начинаю новый швейный свой проект, так высокопарно я назвала свое следующее швейное видео. Почему именно проект? Потому что мне сейчас нужно будет хорошенько поразмыслить, пораскинуть мозгами, чтобы эта ткань красиво заиграла в изделии. Посмотрите, какая она необычная, она состоит из разных блоков. Здесь есть вот такие акцентные, цветные, яркие моменты, квадратики. Квадрат, прямоугольник, также интересный прямоугольник вот такой на цвет хаки с яркими цветами, что-то вроде пионов. И также есть более спокойный, вот такой, например, квадратик на коричневом фоне, такие акварельные, неяркие цветы. И вот этот вот квадрат, он прям совсем тоже такой простенький, не сильно выделяется здесь рисунок на нем. И сам цвет тоже достаточно базовый, то есть он отходит как бы на второй план по сравнению вот с этими. И мне вот сейчас нужно будет придумать, как обыграть эту ткань так, чтобы цветные моменты попали на передний план. А вот эти вот второстепенные, они просто поддерживали общий вид. Справедливости ради, сразу скажу, что я опираться буду не только на свой вкус, даже не столько на свое видение, сколько на картинку. Я нашла девушек в костюмах из похожей ткани, может быть даже та же самая она и есть. И вот что-то наподобие буду делать для себя. И для данной ткани я планирую использовать выкройки рубашки от ресурса Helpers You. И известную выкройку, это от Vicky Sauce Ruta. Ткань я уже много-много раз использовала и для трикотажных штанов, и для штанов из вискозы. В принципе, она хорошо смотрится на всех видах ткани. Вот с рубашкой, мне кажется, мне придется помочиться, потому что я не очень люблю шить рубашки. У меня и опыта особого нет. Очень много деталей здесь разных всяких. Но, наверное, эта ткань заслуживает того, чтобы я немножко помочилась. Смотрим, из каких деталей состоит эта выкройка. Здесь кокетка, манжеты и воротники, и карманы. Рубашка, конечно же, оверсайз будет. Такая еще деталь. Теперь мне нужно посмотреть, будет как лучше разложить детали на ткани. Я хочу, чтобы на одной из половинок переда обязательно красовались вот эти цветы на бирюзовом фоне, а на другом вот эта вот синяя часть обязательно также присутствовала. Да, и, кстати говоря, я буду кроить не подалевой, потому что здесь рисунок располагается по поперечной. Но я в магазине ткани уточнила, они мне сказали, что это, возможно, ткань не сильно растяжимая, поэтому думаю, что ничего страшного не будет. Вот таким образом разложила. Здесь правая часть полочки будет, белая часть. Стараюсь сделать так, чтобы не слишком много выпадов было на ткани, чтобы хватило еще на штаны, но теперь я уже что-то об этом немного сомневаюсь. Один рукав сделаю синим, другой рукав сделаю более нейтральным. Нет, все-таки развернула я выкройку полочки, переда для того, чтобы у лица находилась вот эта вот часть самая-самая яркая. Кстати говоря, ткань это тонкий хлопок, поэтому кроить и чертить, и вырезать, и шить, я уверена, будет легко, намного легче, чем если бы это была, например, вискоза. Очень приятная, воздушная ткань. Я думаю, что и для носки, и для пошива идеальная. Развернула все полотно для того, чтобы убедиться, что мне точно хватит ткани. И сейчас разложу оставшиеся детали выкройки и штанов, и задние части рубашки сразу же на ткань и посмотрю, как это будет выглядеть. Вот у меня в размере М, в размере С я шью трикотажные варианты этих брюк, а из не тянущейся ткани беру немножко по свободную выкройку. Вот такие детали на спинке у меня получаются. Кокетка, по-моему, там еще одна деталь кокетки нужна будет. Нижняя часть спинки. Теперь я приступаю к выкраиванию штанов. Хочу сделать их максимально простыми, так, чтобы никакое там пятно не попало на место, которое не нужно подсвечивать. То есть вот примерно вот так. Это передняя половинка. Наверное, они у меня будут одинаковыми, потому что как раз умещаются здесь. Я переверну, и вот у меня будет вторая деталь. И останутся два задних полотнища. Но их я тоже где-то расположу. У меня не помещаются на этом кусочки ткани. Не проходят по длине. И я решила сделать что-то интересненькое. Сделаю из двух частей заднее полотно. По крайней мере, в одной штани не точно. Может быть, и в двух. И сделаю внизу. Добавлю, допустим, вот этого синего. Таким образом выйду из положения. Смотрим, какие детали получились у меня. Знаете, получила огромное удовольствие при выкраивании. Прям невероятное. Значит, штаны. Я еще не выкроила пояс, карманы и так далее. У меня остались кусочки. Много достаточно выпадов. Я найду, из чего это сделать. Это уже не суть. Основное готово. Состыковала я вот эту заднюю часть штанины. Это цельнокроенная. Это передние части. Такие более спокойные. Акцент только внизу идет. Причем здесь прям вообще одинаковые полностью штанины получились. Далее. Самое интересное, это, конечно же, полочка. Здесь будет цельнокроенный подборд. Поэтому вот таким образом укоротится эта часть. Не будет так много хаки. Хотя хаки тоже здесь очень красивые. Один рукав такой, другой такой. Могло бы это все быть чересчур поклонски. Да, слишком ярко, если бы не приглушенные и очень приятные цвета. Мне кажется, что будет нормально. Хотя, честно говоря, меня это вообще никогда не смущало. И задняя часть, она что-то у меня такая вытянутая, мне кажется. Мне понравилось, что спинку я сделала однотонную, внизу сильную. Верхняя часть более спокойная, хаки. Мне сюда нужны будут еще один подборд. Нужны манжеты. Сделаю либо более неприметный из-за вот такого цвета, либо наоборот, опять же, немножко еще поиграю с цветом и сделаю контраст. Вот. Ну, вообще, очень классно смотрится. И вот смотрим, что у меня осталось. Вообще, я хотела здесь оставить квадрат этот полностью для какого-нибудь шарфика. Но вот, видите, пришлось мне уже отобрать львиную долю синего цвета. А вот из этих всех выпадов я буду делать карманы и остальные немаловажные детали. Пошив начинаю с штанов, потому что я их уже шила, потому что здесь меньше всего у меня возникает вопросов. Хотя с карманами я все-таки тоже не до конца дружна. Сейчас ими и занимаюсь. Притачиваю мешковины кармана. Я продублировала все детали выкройки, которые было необходимо продублировать. Их достаточно много. И решила я сейчас все-таки выкройить карман. Сначала хотела обойтись без него, но потом посмотрела вот сюда, как будто бы он, может быть, даже и напрашивается. В любом случае у меня осталось небольшой весь лоскут ткани. И как раз-таки можно здесь сейчас посмотреть. Будет что-то интересненькое найти. Может быть, вот что-то такое яркое сделать. Даже там два вообще-то кармана должна была быть. Но слева я точно оставлю без изменений. А вот сюда кармашек сделаю. Вот такой кармашек у меня получился. Смотрю места, куда мне нужно его будет пришить, приметать. Получилось вот так. И теперь пристрачиваю карман по трем сторонам. Соответственно, вверх оставляю открытый. На левой половине полочки заутеживаю подборд. Один раз заутежила. И теперь буду заутеживать второй раз. Обрабатываю низ планки. Отвернула ее на лицевую сторону. Застрочила на расстоянии полтора сантиметра. Сейчас высеку это местечко и выверну планку. Получился вот такой уголок. Далее я занимаюсь притачиванием планки. Я ее заутежила пополам. С одного края заутежила один сантиметр. А другой длинный срез притачала переду. Далее буду заутеживать на сторону планки. И хочу сказать, что очень подробная инструкция. Вообще никаких вопросов практически у меня не возникает. Классно, потому что рубашка это не самое простое. По шью мне кажется, что изделие. По примеру, я никогда рубашки такого плана не шила. И вот сейчас шью. И у меня вроде бы когда же неплохо получается. Ну что, все шло на удивление гладенько. Я сделала две детали переда. Смотрите, как красиво это смотрится. И дело подошло к кокетке. И я поняла, что я выкроила только одну деталь. А нужно было две. А ткани у меня осталось вот столько примерно. То есть там вообще никак, даже если состыковать, не получается. Поэтому я, разумеется, вышла из положения. Нашла поплин. Не стала использовать вискозу. У меня больше вискозы есть. Но вроде бы как это хлопок. И вот эту тоже часть более какую-то хлопковую хотелось использовать. Вот это я уже перевела. Сейчас я отутюжу ее, эту ткань. Мне кажется, по цвету в принципе попадает неплохо. Конечно, немножко другой подтон. Но так как эта часть будет внутри, мне кажется, что это единственный выход из положения. Потому что, в общем-то, одеваться некуда. Укладываю кокетки лицевыми сторонами друг к дружке. А между ними помещаю вот эти вот детали переда. Ну, здесь ровняю по плечевым срезам все. И еще одну кокетку, которая у меня из основного материала выкроена. Зафиксировала строчкой все три детали. Такой слоеный пирожок у меня получился. И я отгибаю теперь кокетку. Да, все правильно я сделала. Эта часть получилась у меня внутри. И вот эта вот снаружи. Сейчас я это все отутюжу. Все припуски у нас остались спрятаны между деталей. Внешнюю кокетку совмещаю с деталью спинки. И стачиваю, соответственно, по этому срезу внутреннюю кокетку пока оставляю свободной. Вывернула внутреннюю кокетку. И буду пристраивать ее к нижней части спинки. Я, скорее всего, не совсем понятно показываю и объясняю. Но в инструкции с этим проблем нет. Поэтому, опять же, предлагаю обратиться к инструкции. Она подробная. Прокладываю здесь строчку. И изнаночная сторона и кокетка внутренняя будут красиво пристрочены к основному изделию. Пока еще вообще ничего не понятно. Но мне уже очень сильно хочется примерить. Смотрите, как здорово смотрится уже. И вот этот вот хлопок, он за счет того, что очень тонкий, легкий, он прям вот так вот порхает. Я словно бабочка. Вот так вот. Занимаюсь обработкой разрезов рукава. Вот сюда перенесла я эти самые разрезы. Здесь еще будет сборка небольшая. Один рукав и второй. Помните, да? Один синий, другой бежевый. Короче, красота. Я вырезала две бейки, которыми буду обрабатывать как раз-таки эти разрезы. Сейчас я как раз-таки буду делать эти самые разрезы. Раз. И два. Таким образом обрабатываю разрез рукава косой бейкой. И сейчас проложу строчку, соответственно, вот здесь закрепляя ее. И сделала вот такую закрепку. Складку заутюжила по направлению к разрезу рукава. Теперь буду втачивать рукава в изделие. Ура-ура. Втачала рукава, проложила отделочную строчку. И теперь я буду стачивать боковые срезы и срезы длинных рукавов. И уже тогда будет более понятно, что у меня получается. Делаю одну строчку и далее обрабатываю на верлоге. Вот с манжетами ничего не показываю, потому что сама ничего не соображаю. И постоянно обращаюсь к инструкциям. Благо, как я уже и сто раз сказала, там более или менее все понятно. Делаю первый раз в жизни. Ни разу у меня опыта не было. Шитья манжет. Несмотря на это, я надеюсь, что у меня все получится. Ну что, я близка к развязке. Занимаюсь воротником. Впервые в жизни. Ни разу я ничего подобного не делала. Был, по-моему, один у меня воротник, но точно без стойки. И здесь мне пришлось все-таки залезть в YouTube. Шорт посмотрела быстренько, как это делается. Все-таки лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Немножко хотя бы более понятно. Сейчас я здесь прокладываю строчку. Отутюживаю, разворачиваю. Ну или что-то наподобие пояса вот прострочиваю вот здесь. Я так подозреваю. Смотрите, я специально, да, выкроила. Воротник синий сделала для того, чтобы он был таким акцентным. Ну и, конечно, ткань просто потрясающая. Она и шьется хорошо, и смотрится очень-очень красиво. Я думаю, что если бы ткань была менее красивая, я бы уже забросила эту рубашку давно. Потому что, ну не знаю, стоит ли овчинка в выделке. Самое время поехать за пуговицами и выбрать подходящий вариант. Глаза, конечно, разбегаются, но мой выбор очевиден. Ребят, привет! Моя рубашка почти что готова. И я хотела с вами посоветоваться. Приобрела два вида пуговиц. Мои любимые деревяшки. И вот чуть решила еще вот такие взять попробовать. Матовые по цвету. Вроде как они хорошо тоже подходят. Но чуть, наверное, все-таки нет, что ли. Вот интересно, как считаете, какие лучше. Приступаю к моей «любимой» части выметывания петель. Буду делать вот такие петли, наверное. Может быть, 32 или 30. Вставила пуговицу. И сейчас вспомню, в первую очередь, как это делается. Ну что, здесь получилось все прекрасно. Вот такая изнанка. Такой вариант меня устраивает. Кстати, большинство людей в Инстаграме все-таки проголосовали за деревяшки. Но, может быть, там был еще, конечно, и мой посыл. Но, не знаю, большинство оказались со мной солидарны. Поэтому я тоже и так подумала, и всяк подумала. И приложила, посмотрела на себя. Я решила, что все-таки вот такие, менее акцентные, подойдут сюда лучше. Потому что ткань и так очень-очень яркая. Больше яркости, наверное, и не надо. Но, кстати, были люди и такие, которые предложили чередовать коричневые с красненькими. Представляете, какая была бы красота. И, девчата, мой костюм готов. Так получилось, что я совсем не показала, как я шила штаны. Но это объясняется тем фактом, что мы с вами их уже не один раз шили. Штаны самые-самые обычные, с карманами. Кстати, что-то я потом подумала, что можно было от карманов отказаться. Потому что не сильно они мне, на самом деле, нужны. И в следующий раз я все-таки немножечко подниму талию на этих брюках. Я хочу еще шить такие же твила черного. Немножко добавлю здесь для того, чтобы посадка была более на талии. Потому что это немножко низковато для меня. В данном комплекте, конечно же, особенного внимания заслуживает рубашка. Хорошо вписалась сюда кокетка из другой ткани. Манжеты на рукавах. Понравилась мне, на самом деле, рубашку шить. Думаю, что я этот эксперимент еще разочек повторю. Тем более, что она у меня есть выкроенная в хлопке. Клечатом розовом а-ля Барбаре. Рубашка имеет хороший крой, оверсайз. Сейчас ее можно и как первый слой, и как второй слой носить. С джинсами и со всем остальным. Хорошо сочетается. Ну и, конечно же, расцветка. Смотрите, какая чудесная. Ну а сейчас будет примерка. И посмотрите все на мне. Ну что, примерочка. Обратите внимание, какую чудесную локацию под свой костюм я подобрала. Просто один в один. Как будто бы этот костюм специально создан для турецкого побережья. Приятный получился костюм. Яркий и нарядный. Но вместе с тем достаточно носибельный. Потому что и рубашку, и штаны можно носить по отдельности. Ах, и кстати, я все-таки пришила одну розовую пуговицу в самый низ. Потому что деревянная одна у меня потерялась. И, девчата, ребята, спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что понравился вам мой костюм так же, как и мне. И это видео показалось вам вдохновляющим. Пишите ваши комментарии. Ставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. И до новых встреч. Всем пока.